Очень холодно. Да, наш сегодняшний небольшой митинг посвящен одной старой проблеме и одной немножко более новой. Первая проблема это строительство в западном округе, строительство Фили Давыдкова в Кунцево-Можайском-Дорогомилово. Та самая проблема, которую искусственно создает город. Это северный дублер Кутузовского проспекта, это эстакады от метро Кунцевская к Славянскому бульвару, это колоссальный ТПУ около метро Кунцевская. Это все планируется построить на совершенно небольшом пятачке земли, а самое главное на зеленом пятачке земли. То есть это не районы промышленной застройки, ну собственно вы все оттуда знаете, что такое Фили Давыдково, а что такое Кунцево. Это московский зеленый район, в который город собирается построить совершенно колоссальные объекты за колоссальные деньги и у нас на головах. Нам это не нравится и мы естественно выходим на улицу, выходим протестовать. Ну как показывает практика, протесты на сегодняшний день, что бы кто бы ни говорил, они только замедлили проблему, они только снизили накал этой проблемы. Город нам что-то обещает. Некоторые этому верят. Город нам обещает учесть интересы жителей в постройке дублера. Город нам пообещал, что в Фили Давыдково эстакады будут не высотой 7 метров, а высотой 5 метров, ну и так далее. То есть те вещи, которые абсолютно не решат наших проблем и которые не спасут наши районы. По большому счету, если северный дублер Кутовского проспекта будет проходить, как сейчас предполагается, над железнодорожными путями, основная трасса будет находиться не в 50, а в 65 метрах от наших домов. И на высоте не земли, а на высоте 4-5 этажа. Я не думаю, что жителям домов по улице Герасима Курина и жителям домов по Ивана Франко, а это между прочим более 20 тысяч человек, такой вариант подойдет. То есть я не думаю, что те, как компромиссные, в кавычках, предложения, которые город озвучивает, немножечко сдвинуть сюда, немножечко сдвинуть туда, они хоть каким-то образом защитят нас, москвичей, которые живут в этих районах. Далее, те деньги, которые Москва при дефиците московского бюджета планирует выделить на северный дублер, это деньги, которыми совершенно полностью закрывается постройка метрополитена в район Можайский. 100 тысяч человек, которые очень хотят метро, поверьте мне. Тут есть представители Можайского, я думаю, они скажут еще об этом. Полностью закрывается проблема строительства скоростного трамвая, хорошего трамвая, трамвая европейского типа Москва-Сити от промзоны Кунцево. И закрывается вопрос строительства ТПУ в промзоне Кунцево. Эти три вещи, они решают сразу же проблемы двух районов, Кунцево и Можайский. Решают проблемы доставки сотрудников в Москва-Сити от объездной дороги мимо Одинцова. И решают проблемы экологии, потому что это не дублер. Скоростной трамвай у нас, как известно, не дает выхлопов, он не вреден. Все эти вещи, которые, безусловно, я думаю, понравятся москвичам, можно сделать дешевле, чем строительство одного только северного дублера. Вместе с этим, я хочу обратить внимание на следующее. Город, затевая огромные стройки, затевая уничтожение наших районов, абсолютно забывает, и чиновники забывают о своих прямых обязанностях. Это заботится о горожанах. У нас Фили Давыдково. Наглядно есть пример. Это жилой комплекс «Золотой треугольник», который как раз будет находиться рядом с дублером, если дублер построят. Это второй корпус «Золотого треугольника». Я живу, в общем-то, в этом же квартале, живу в 100 метрах от этой стройки. В течение года нам морочат голову. В течение года я лично писал мэру, я писал Куснулину, я писал депутатам. Депутаты тоже, соответственно, писали. В течение года построили ровно два этажа. С мая месяца стройку заморозили, и на все вопросы горожан, а их 250 семей, нам город отвечает, что это проблема СУ-155. СУ-155 отвечает, что это проблема города. Они между собой бодаются, они что-то не поделили, они не могут найти компромиссного решения, а 250 семей у нас между тем ожидают своих квартир. Кроме того, ну, в общем-то, помимо тех практически более тысячи человек, которые хотят, наконец-таки, получить свои давно оплаченные квартиры, существует проблема разрытого квартала, существует проблема некомфортного проживания всех соседей, вот моих соседей по кварталу и моего личного. То есть я когда выхожу, когда мои дети гуляют по стройплощадке практически не огороженной, это, естественно, мне не нравится. Я очень хочу, чтобы, наконец-таки, вместо того, чтобы строить строительных монстров, вместо того, чтобы тратить 60 миллиардов на дублер, десятку миллиардов на ТПУ Кунцевский, другие десятки миллиардов на какое-то очередное чудовище строительное, город приступил к своим прямым обязанностям, мэрия приступила к своим прямым обязанностям. Вспомнила о том, что есть москвичи, вспомнила о том, что надо контролировать застройщиков, о том, что надо следить за зеленью, за тем, чтобы дворы наши были, в общем-то, похожи на дворы, а не на строительную площадку. И, наконец-таки, отвлеклась от дележа бюджета на следующий год. Ну и повернулась к нам лицом, а не теми частями тела, которыми сейчас повернуто к москвичам. Ну, собственно говоря, спасибо. Спасибо всем, кто пришел сегодня. Спасибо тем, кто не побоялся замерзнуть и простыть в эту погоду. Открытый митинг, открытый для сотрудничества с другими жителями других районов, а не только западного округа. И я приглашаю выступить члены инициативной группы Копчева Елену Караваеву. Северо-западная форта – это еще одна... Участников данного митинга. Моя фамилия Михаил Меньшков, я депутат муниципального собрания Дорогомилова в городе Москве. Этот митинг не первый, и он, конечно, будет не последний. Те обращения, которые участники митинга, организаторы, выдвигали к руководству Москвы, обратить внимание на вот эти проекты, которые, по сути, ничего не решают. Вот здесь предыдущий оратор, он сказал о том, что уже сколько сделано в результате, так сказать, вот этих митингов. И это видно, что это крохи какие-то. По сути, реализация проектов продолжается. Реализация проекта по расширению Можайского шоссе, она идет полным ходом. Вот, спиливаются деревья. Мы видим, для чего она это делается. Для того, чтобы обеспечить подъезд тем уже запланированным коммерческим бизнес-проектом, который реализуется вдоль Кутовского проспекта. Это проекты и в Дорогомилово, где намечаются колоссальные стройки, и в районе Можайского вала, и в районе Поклонной улицы, где планируется построить более 300 тысяч квадратных метров офисных площадей. Это и запланированное на будущее, зарезервированный участок строительства бизнес-центра на набережной Тараса Шевченко. Это больше 29 гектаров. Это и строительство вдоль Кутовского проспекта Фили Давыдкова. То есть, реализуя вот эти проекты вылетных магистралей, по сути, решается не задача улучшения транспортного движения в западном округе, а в сути, решается задача обеспечения подъезда к этим бизнес-проектам. То есть, никак это не затрагивает интересы москвичей. Говоря о дублёре Кутовского проспекта, давайте всё-таки говорить, что это лукавство. Это никакой не дублёр, а он решает исключительно задачи выезда и въезда в Сити. Было недавно озвучено, что более 80% вылетных магистралей будет оборудовано выделенными полосами общественного транспорта. Так вот, так называемый северный дублёр, он вообще не предусматривает движение общественного транспорта. И никакой полосы там не будет. Это исключительно проект, предназначенный для обеспечения выезда из Сити, для повышения ликвидности этих колоссальных строек в районе Сити. Поэтому, в настоящее время, кстати, нужно упомянуть, проходит встреча Туснулина в управе Солнцева с депутатами западного округа, представителями общественности. Я не могу сказать, кто это. Эта информация размещена на сайте претектуры западного округа, где Марат Туснулин будет, так сказать, рассказывать о, наверняка, об этих проектах. Я могу предположить, в каком ключе это будет рассказано. В том, что, как эти проекты необходимы для улучшения транспортной ситуации в Москве, как они нужны москвичам. Но москвичи, так сказать, по большей части не специалисты, они не понимают, что для них, так сказать, хотят сделать такое благое дело и всячески, так сказать, упираются, всячески выступают против. Но при этом все публичные слушания, а здесь все присутствуют на публичных слушаниях в своих муниципальных образованиях, слышали, такую аргументацию приводили разработчики этих проектов, москвичам, и слышали, чего стоит эта аргументация. То есть я хочу сказать, что эти проекты, по сути, они не решают поставленные и сформулированные в этих проектах задачи. Они предназначены для другого. И нужно продолжать требовать от инициативных групп, от активных жителей, для того, чтобы при реализации этих проектов учитывались требования жителей, поскольку все, что делается в городе Москве, она делается для жителей в первую очередь. Спасибо.